На историческом фестивале «Доблесть и честь» в Москве – коледоскоп самых разнообразных костюмов. Здесь и королевская чета с гербом с тремя львами, и костюм жительницы северо-западного приладожья Карелки XI века. Всё сшито своими руками. Но главное событие дня – международный чемпионат по средневековому бою. Профессиональные исторические поединки. На ринге израильтянин Михаил Маргулис в облачении рыцаря XIV века против воина Великой Орды в лице россиянина Максима Юна. Здесь особое внимание уделяют аутентичности доспехов. Стальное обмундирование весит почти 30 килограммов. Плюс трёхкилограммовый щит в одной руке и двухкилограммовый меч в другой. Обязательное правило – тупое лезвие. Но за три минуты боя новый шлем Михаила успевает приобрести боевые отметки. Для Михаила исторические бои – любимое хобби. Израильскому рыцарю 30 лет. В обычной жизни он системный администратор. Однако тренировки занимают всё свободное время. Кроме владения мечом, Маргулис освоил и восточное единоборство. «От средневекового только удары мечом и удары щитом. Но в целом очень помогает тайский бокс. Боевые искусства нынешние совмещаются». А вот более диковинное зрелище. На ресталище выходят женщины. Россиянка Галина Кахвакка против украинки Ирины Ильницкой. Сцена огорожена стальными цепями. Упав на них, можно опрокинуться прямо в зрительный зал. Так спортсмены стараются двигаться в центре. Обстановку накаляет и свет софитов. Из-за жары перемещаться в тяжёлых костюмах ещё труднее. Что же влечёт женщин на жестокий турнир? «Изначально это была просто романтика. Я филолог по образованию. Я очень много читала. И пришла в этот спорт именно благодаря историческим романам. То есть это Вальтер Скотт, это Дюма, конечно же». Женские схватки проходят более активно. В этот раз победу одержала 25-летняя жительница Карелии Галина Кахвака. «Женское тело и кости, и мышцы, они более слабые по сравнению с мужскими. У нас меньше плотности, кости намного легче там ломаются, что-то происходит. Поэтому нужно двигаться, чтобы постоянно менять своё положение на ресталище, не дать противнику прицелиться. Это тоже определённый тактический ход. И вот он спасает. А мужчины могут пропустить пару ударов, но зато потом лепить какой-нибудь очень сильный». Родина рыцарских турниров – средневековая Франция. Целью поединка было продемонстрировать боевое искусство воинов со всех концов Европы. Зрелищные сражения устраивали перед широкой публикой, в числе которой были как дворяне, так и простолюдины. Сегодня главное состязание по реконструкторским боям – битва наций. Оно состоится в начале мая в Праге.